Всем привет, я Матвей. Сегодня я покажу вам алгоритм натяжки хайлайна. Важно понимать, что в зависимости от места, где вы хотите натянуть, он может быть разным. Сегодня мы разберем базовый вариант, когда у нас есть две надежные точки, и между ними мы хотим натянуть линию. Это может быть овраг или бетонная конструкция в городе. Перед навеской внимательно изучите обе опоры. Перед нами живой дуб диаметром более полуметра, корни спрятаны в земле. Такую опору можно считать абсолютно надежной. Если вы не уверены в надежности опоры, например, из дерева торчат корни, или оно сухое, или оно качается, разнесите нагрузку на несколько точек или откажитесь от навески. Прежде всего, начинаем со станции. Оборачиваем спонсет вокруг дерева, подложив протектор. Очень хорошо зарекомендовал себя для этого пожарный рукав. Дальше можно сделать два варианта. Первый вариант. Мы встегиваем шакл в две ветви спонсета. При этом следим, чтобы угол между ветвями был не более 30 градусов. Чем меньше, тем лучше. И второй вариант. Мы можем закрепить спонсет с помощью удавки. В этом случае спонсет у нас перестает ерзать и тереться от дерева, но мы снижаем прочность спонсета. Тем не менее, надежность спонсета в обоих случаях избыточна. Поэтому вы можете применять тот вариант, который кажется вам удобнее. Встегиваем лайн-лок. И после этого переходим ко второй станции, которая нужна для бэкапа. Как мы помним, основная идея хайлайна, что все должно быть продублировано. Поэтому, помимо основной стропы, по которой мы будем идти, нам нужна дополнительная стропа, которая будет страховать основную на случай отказа. Для подстраховки можно использовать как аналогичную стропу, так и веревку на небольших длинных хайлайна. Станцию для бэкапа делаем аналогично. После чего делаем такую же станцию с другой стороны нашего хайлайна. Далее можем приступить к встегиванию стропы. Частая ошибка. Люди забывают вщелкнуть кольцо. Натягивают хайлайн и смотрят, что кольцо осталось лежать где-то в их вещах. Чтобы этого не было, кладите его всегда на видное место, когда готовите снаряжение для хайлайна. Продеваем кольцо через стропу, после чего вщелкиваем стропу в лайн-лок. И руками выбираем слабину. После этого, для того, чтобы натянуть нашу основную линию, мы вщелкиваем стропохват. И свободный конец, выходящий из лайн-лока, встегиваем в наш ролик. Получаем полиспаст силой 3 к 1. С его помощью мы можем в одиночку вытянуть около 50 метров стропы. Натягиваем до требуемого уровня. И заводим свободный конец снизу лайн-лока. Проводим вокруг нашего шакла. Делаем два оборота. И в полученную здесь петлю вставляем свободный конец. После чего затягиваем наш узел. Этот узел необходим для того, чтобы в случае протравливания стропы через лайн-лок, конец не выскользнул из нее и стропа не улетела вниз. После того, как мы натянули и закрепили основную линию, нам нужно закрепить бэкап. Сделать это нужно с небольшим провисом. Здесь есть правило безопасного провиса. Это значит, что высота вашего хайлайна должна быть вдвое больше, чем величина провиса бэкапной линии, плюс длина самостраха. Закрепить бэкап можно аналогично, встегнув стропу в лайн-лок, но также разрешается использовать узел, который называется фрост-нот. Делается он следующим образом. Складываем стропу вдвое, после чего складываем еще раз вдвое и делаем простой узел-проводник. Расправляем все ветви, чтобы они у нас были параллельными и ровными, и полученный узел встегиваем в шакл. После того, как обе системы у нас готовы, нам необходимо склеить их вместе. Обычно для этого используют электрическую изоленту. Она очень доступна и проста в использовании. Проклеивать удобнее таким способом. То есть, прикладываем стропу к основной линии, оставляя кончик спереди, оборачиваем ее и склеиваем эти два конца. После чего подносим бэкап и делаем оборот вокруг бэкапа. Делаем еще два оборота и после чего отрываем ее. В итоге мы получаем конструкцию, которая может перемещаться, равномерно распределяя бэкап по основной линии. К тому же, если у нас бэкап отрывается, изолента остается на основной линии. Соответственно, мы можем подъехать на ролики к нему, оторвать его, забрать мусор с собой и проклеить ее заново. И таким образом мы проклеиваем всю линию с интервалами 2-3 метра. В зависимости от сложности вашего хайлайна, это можно делать, как натянув сначала основную линию, потом бэкап, так и подготовив сразу склеенную линию на земле и перетащив ее с помощью дополнительного репшнура. После того, как мы закончили навеску, приступаем к самому важному – проверке всех систем. Она называется «Хайлайн Чеклист». Дерево у нас абсолютно надежно. Спонсет основной линии рассчитан на 14 тонн, спонсет бэкапа на 5 тонн, шаклы по 6 тонн, лайнлок 5 тонн, стропа 3 тонны. Как видно, все элементы у нас обладают требуемой надежностью. После этого мы смотрим, как защищен у нас текстиль. То есть здесь у нас протекторы, здесь у нас тоже все защищено. Все в порядке. После этого проверяем соединительные звенья. Смотрим, все ли у нас болты и гайки закручены, развернуты ли они в правильном направлении. То есть видно, что у нас нет перекрутов в лайнлоке, что пин у нас вставлен верно, стропа нигде не перекошена и она зафиксирована на шакле. Далее смотрим, насколько у нас все элементы продублированы. То есть в данном случае у нас полностью две независимые системы. Основная линия на своей станции и бэкап тоже полностью на своей станции. Поэтому все элементы у нас взаимозаменяют друг друга. И в конце концов, когда вы убедились в полной надежности, можно ввязываться в уз самостраховки, обязательно показав его вашему напарнику. Помните, что люди, с которыми вы натягиваете хайлайн, ваша лучшая подстраховка. Друзья, мы разобрали с вами базовый вариант навески хайлайна. Если вы хотите научиться вешать хайлайн самостоятельно в реальных условиях в горах на большой высоте, приглашаю вас на выездную школу хайлайна, которая пройдет в Крыму в августе. Все подробности вы найдете в описании. Пишите мне в директ, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»